Дэвид Брэдшоу, православный американский богослов и философ, декан философского факультета Университета Кентукки. Профессор Брэдшоу, спасибо вам большое за то, что согласились дать нам небольшое интервью. Мы побеседуем с вами о связи теологии и философии. Я понимаю, что эта тема очень обширна, поэтому мне бы хотелось остановиться на том, как она раскрывается в творениях святых отцов. Мы знаем, что вы изучаете античную философию, а также святоэтические творения. В связи с этим мне хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы, которые присутствуют как у античных авторов, так и у святых отцов. Во-первых, свобода человека. Как античные авторы понимали свободу человека? И как это понимание меняется в трудах святых отцов? На мой взгляд, святые отцы выходят далеко за пределы того, как мыслилась свобода древнегреческими философами, которые видят Бога скорее как безличный первоначал. Платон в разных диалогах говорит в этой связи об идее блага и демиурги. Для Аристотеля это перводвигатель, для стойков — логос. Но ни одно из этих понятий не подразумевает личного Бога, который печется о нас, дает нам заповеди, который приглашает нас встретиться с ним лицом к лицу. Я думаю, что поскольку у них нет ясного представления о божественной свободе, то и ясного представления о свободе человеческой у них также нет. У античных философов она остается неопределена и расплывчата. При этом они не детерминисты. А в физический детерминизм они тоже не верят. Но Платон, например, в «Диалоге государства», в мифе о Берри, в конце десятой книги описывает, как каждая душа переносится в место между земными жизнями, где она может выбрать себе следующую жизнь. И, по сути, вся эта жизнь определяется тем выбором, который совершается тогда в небесной сфере. Но это миф, и сложно сказать, насколько он верит в эту свободу выбора. Даже если это настоящая свобода, то она существует только в промежутке между жизнями, а не осуществляется внутри каждой жизни. Таким образом, у них многое остается непроясненным. Я думаю, что святые отцы, поскольку они верят в личного Бога, который создал мир из любви и создал нас, для того, чтобы мы могли ответить на его любовь, они понимают, что свобода существует у Бога, и таким образом она есть и в нас. У Бога была свобода действовать иначе. Мир мог быть и не сотворен. И у нас тоже есть выбор. Ведь мы выбираем между добром и злом. И уже у первых апологетов, писавших по-гречески, например, у Иустина Мученика, Татьяны и других, видно, что они отрицают детерминизм античности, обнаруживаемый у гностиков и манихеев. Они отвергают также широко распространенную веру в астрологию. Святые отцы говорят, нет, мы свободны, и у нас должна быть свобода, потому что так нас создал Бог, чтобы мы в своей свободе любили Его. Спасибо. Следующий вопрос связан с предыдущим. Некоторые античные авторы, например, Платон, говорили о теле, о плоти, как о тюрьме для души. Мы знаем, что ветхозаветное учение принципиально иное. Как вы могли бы это прокомментировать? Ближе ли позиция святых отцов к ветхозаветной традиции или к представлениям античных авторов о плоти, теле и связи души с ними? Это очень большая тема, потому что даже Платон в разных сочинениях высказывает различные взгляды. Действительно, в Федоне он пишет, что нам нужно освободить душу от тела, что только отделившись от тела, душа может познавать все истинно. Философия — практика умирания, то есть отделение души от тела. В каратире он использует сравнение тела с гробницей, сома. Тело — это сэма, надгробный камень. Но вот, например, в Федре есть миф о возничестве. Согласно ему, душа оказалась на земле в результате падения, обрыла тело, и ей приходится правильно им пользоваться, учиться истинной любви, дабы вновь обрести крыль. Поэтому все зависит от того, как мы пользуемся телом. И в Пире, в эпизоде о лествице любви, есть нечто похожее. И так даже относительно тела учения Платона двояк. У него есть положительная и отрицательная сторона. Я думаю, что его философия приобретает ценность при взгляде на идеи и их связь с телесными вещами. Телесные вещи — это образы, изображения идей. И развитие именно этой концепции святые отцы считали очень плодотворным. То есть, что чувственный мир — это образ, икона, небесная реальность. Эту идею можно найти в Новом Завете в рассуждениях о службе и поклонении. Например, в послании к евреям, где говорится, что служба в храме — это образ небесной службы. И мы считаем, что тут речь идет о литургии. Так ведь, что наша служба причастна небесной службе. Поэтому земную жизнь человека, они представляют себе схожим образом, как образ чего-то более высокого. Соответственно, ее надо проживать со всей серьезностью, так как она полностью наш. Но она не является высшей реальностью. Есть гораздо более значительная реальность, и лишь если мы живем в теле правильно, Бог, возможно, дарует нам ту реальность. Как у Платона. Мы можем вновь вырастить крылья и, так сказать, вернуться в свою истинную обитель. Возможно, я ошибаюсь, однако иногда мне кажется, что наше представление о смерти ближе к платоновскому, в смысле связи между телом и душой. как писал отец Павел Флорофский в одной из своих статей, современные христиане воспринимают человеческую смерть как освобождение, освобождение души от тягот этого мира, от тягот тела. Но в библейском понимании смерть — это трагедия, ведь человек оказывается в ненормальном положении, так как настоящее человеческое существование — близкое сопряжение души и тела. Согласитесь вы с этим? Пожалуй, да. Ну, то есть для нас, христиан, смерть — это... Ну, мы же молимся об упокоении, так ведь? Упокой, Господи, душу, раба твою. Но, понимаете, это ведь не сон. Это не просто полная потеря сознания и ощущений. Ведь мы также верим, что мертвые слышат наши молитвы. Мы молимся почившим святым, и они становятся нашими заступниками. Душа в некотором виде не прекращает существование по милости Божией. Но все же это такое полусуществование. Оно не вполне реально до телесного воскресения. И только когда тело воскреснет, и мы снова восстанем, мы снова вполне станем сами собой, чтобы быть с Богом. По крайней мере, так я понимаю. Проблема тела связана с проблемой мужского и женского. Мы хорошо знаем, что есть огромная разница в понимании мужского и женского в российской и западной традиции. Каково библейское понимание мужского и женского, и каково оно в сочинениях античных авторов? Вы знаете, мне кажется, что вопрос о мужском и женском для античных философов немного схож с проблемой человеческой свободы. Они его не вполне до конца проясняют, и, по крайней мере, Платон в некоторых местах в диалоге государства рассуждает так. Хорошо, позволим женщинам заниматься в палестре наравне с мужчинами, а затем решим, кому из них можно дать образование и сделать хранителем. Так что этот текст очень уравнителен, и современным феминисткам он очень нравится. Я не уверен, что именно в этом заключается мнение Платона, так как в других сочинениях высказываются иные точки зрения. Но, в отличие от христиан, у них нет твердой убежденности, что человек был создан таким образом, чтобы существовали мужчины и женщины. Читая первую главу книги «Бытия», мы видим, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, «сотворил мужчину и женщину». Во второй главе Ева берется из ребра Адама, и я думаю, что есть глубокий смысл в том, что Бог может сделать человека по своему образу и подобию, создав двух разных людей, нуждающихся друг в друге. Создается взаимодополнительность, некое взаимное уважение, взаимная связь, взаимная любовь. Именно это новое в христианской мысли. Думаю, у древних греков не было подобной идеи, ведь у них не было книги «Бытия», у них не было понимания Бога как Творца. В наше время мы живем в мире отделенных друг от друга наук. Это науки с очень конкретными предметами, биология, география и так далее. Но в средние века была лишь одна наука — богословие. И были предметы, связанные с богословием. Как нашему миру относиться к такой ситуации? Ситуации существования одной науки, всяхватного мышления о мире и человеке. Вы имеете в виду, как нам преодолеть все эти разделения? Мне кажется, они в основном произошли в ходе научной революции 17 века. До этого времени то, что мы называем естественными науками, было философией природы, отраслью философии, объединенной с целым. В ходе научной революции люди стали мыслить природу отдельно от Бога в качестве отдельной автономной системы, имеющей свои собственные законы. Конечно, многие ученые были христианами, но многие нет. Они считали, что в природе все просто действует само собой. Таким образом, нам нужно вернуться к пониманию того, что природа не просто сотворена Богом. Она являет в себе Богом. Все, происходящее в природе определенным образом, так или иначе, являет божественную мудрость. Конечно, таково же и учение святых отцов. Они говорят о созерцании природы. Святые способны увидеть в природе божественный логос. Я считаю, что современные ученые добились многого. Некоторые их достижения замечательны. Они помогают нам вернуться к этому пониманию. В космологии, например, мы видим, что сами законы природы, как представляется, созданы так, чтобы жизнь стала возможной. В других отношениях я также думаю, что наука со временем поможет нам снова прийти к этому чувству цельности. И последний вопрос — это глобальный вопрос о философии богословия. Сочинения античных философов использовались святыми отцами для объяснения различных аспектов христианского богословия. Таким образом, христианское богословие строилось на фундаменте античных авторов. В современном мире слишком много философских школ, слишком много разделений внутри философии. Некоторые чрезвычайно популярны, другие — нет. Но, живя в нашем мире, в наше время, мы понимаем, что церковь могла бы воспользоваться чем-то, выработанным философами, чтобы лучше объяснить своим членам, что такое христианство, что такое богословие. В античности опыт использования философии не всегда был успешен. Здесь можно вспомнить, например, Оригена. Но в других случаях, как, например, у святителя Василия Великого, он был успешен. Опираясь на опыт того времени, как вы думаете, каких ошибок нам следует избегать в нашем богословии? Что ж, главной ошибкой было бы думать, будто философия сама по себе способна все решить. Если взять любую философскую систему как последовательное, целое, и просто попытаться ее применить, то будут ошибки. И вы впадете в те же ошибки, что ее создатель. Мне кажется, правильно было бы относиться к философии так же, как это было у некоторых из отцов. У Иустина Мученика в диалоге с Трифоном Иудеем описывается, как он испробовал различные школы античной философии и обнаружил, что ни одна из них не привела его к Богу. У всех них были свои сильные стороны, но даже при правильном учении они не давали ему силы на практике осуществить положение учения. Только когда он познал христианство, он пришел к выводу, что оно и есть истинная философия. Христианство дает мне возможность добиться того, что мне раньше не удавалось, познать высочайшего Бога. Именно так нам и следует относиться к философии. Все ее разновидности пытаются по-своему найти истину, высшую истину. Некоторые из них подходят к ней ближе, другие — дальше. Но ни у одной нет силы Евангелия. Поэтому их язык и идеи можно иногда использовать, чтобы говорить об устремлениях человеческого сердца. Однако ни одна из них не может заменить Евангелие, ведь только Христос может привести вас к Отцу. И философы, если они честны, сами признают, что у них лишь идеи, а не то, чем можно жить. Лишь христианство дает то, чем можно жить. Спасибо большое за этот разговор. Продолжение следует...